Не менее 10 тысяч зрителей, 500 участников и 20 постановок ежегодно объединяет Красногорская театральная весна. 25-й по счету юбилейный фестиваль сценического искусства, стартовавший на сцене ДК Подмосковья, обещает стать не менее впечатляющим. На суд профессионального жюри и в удовольствие любителям театра будет представлено 22 спектакля. Ставили их как ветераны сцены, не раз покорявшие подмозг и фестиваля, так и дебютанты. В этом году шестеро авторов впервые на театральной весне. В большинстве приходят ученики наших, те, кто вырастает и выходит из тех же театральных коллективов, которые живут у нас. Молодежь растет, молодежь не уходит из театральной деятельности, они начинают работать самостоятельно, они представляют свои творческие работы. Это как раз вот та традиция, о которой мы действительно давно-давно, 25 лет назад задумались, и теперь сегодня мы получаем тот результат, который имеем. Еще одна традиция, которая не изменяет театральная весна – это жанровое многообразие. В репертуаре юбилейного фестиваля музыкальные и драматические постановки, литературные композиции, музыкальные сказки и авторские работы. А спектакль «Открытие» и вовсе буфонада «Калейдоскоп-2». В творении режиссера Мили Рахимова и ее подопечных в соответствии названию красочно смешались сказки Чуковского, рассказы Чехова и Драгунского. Студия «Ростки», школа номер 18, как и многие их коллеги по цеху, уже не первый год выступает на театральной весне. Но это вовсе не означает предсказуемость, убеждены судьи конкурса. «Всегда театральная весна отличается от предыдущей, то есть каждый фестиваль уникален тем, что мы каждый раз, даже если видим те же самые коллективы, мы видим этих детей и этих взрослых уже другими, потому что они взрослеют и как личности, и как творческие единицы, так что это всегда что-то новое и особенное». Впереди еще два фестивальных дня. 18 и 19 марта спектакли покажут в ДК «Подмосковье» и культурно-выставочном комплексе «Знаменская Губайлова». А после жюри предстоит непростая задача – определить лауреатов конкурса. Лучшие постановки, по словам начальника управления культуры Галины Ковалевой, красногорцы при желании смогут еще не раз увидеть на сценических площадках Красногорска. Их список планируется дополнить современными актовыми залами школы муниципалитета.